привет мужики и мадамы сегодня необычный ролик необычный формат но нечто похожее уже делал по боновым танкам а теперь вот решил по рефералке потому что вы довольно таки часто спрашиваете как ее сделать стоит ли ее делать что за нее получить и так далее но вся эта инфа конечно есть в инете ну опять же не вся не всю правду матку скажем так и все обходные пути вам расскажут возможно вы даже встретите на просторах ютуба кита баги как это можно сделать еще быстрее но не факт что потом за эти баги вас не забанят или они вообще как с рабочими они просто вас аккаунт уведут в любом случае я хочу рассказать то как я это делал как это все делается довольно таки быстро реально если задротить то можно за один день сделать в общей сложности это занимает где-то 15-20 часов опять же это по моей методе возможно есть варианты еще быстрее но я делал именно таким образом каким хочу рассказать и меня уже есть три прем танк соответственно не только три прем танка еще вдобавок за каждый из контрактов я получил по полторы тысячи бонов это еще четыре с половиной косаря бонов это боновое оборудование какое-нибудь прям крутой можно влепить сразу ну и три стиля естественно получилось в добавок один из трех контрактов вообще практически без моего участия был исполнен там просто друга подсадил он начал в это катать он до сих пор в это катает у него там 2000 с лишним боев уже но единственное в начале естественно с ним погонял там показал чего как куда ехать стрелять и так далее но остальные два контракта я закрыл не напрягаясь за пару недель реально по пару часов в день я на это тратил с дружбаном и все нормально получил все плюшки за это и так прежде чем начать я хочу сразу предупредить тех кто задротит на статистику особенно на стату среднего урона по аккаунту поэтому методе вы стату похерить потому что она подразумевает под собой бои на третьих уровнях нужно самое быстрое и самое удобное что можно сделать на твинке а бои в песочнице как бы много урона под собой вообще никак не подразумевают и поэтому общий средний дамаг по аккаунту просядет поэтому для кого это жизненно важный параметр не вы не хотите вы испортить можете закрывать и ролик спасибо пожалуйста это не для вас а кто хочет бесплатные прем танки 8 уровня прям на халяву кучу бонов сверху и уникальные стили довольно таки симпотные вот так они выглядят то ролик для вас и как это все делается я на пальцах нам конкретно все это разжую покажу в общем растопыриваем уши глаза впитываем инфу запоминаем и исполняем потом также поехали итак с чего же начать куда нажать и так далее заходим клиент игры нажимаем вот на эту кнопочку с кулачками это и есть реферальный контракт открывается вот эта менюшка где нажимаем пригласить рекрута и здесь либо поделиться ссылкой либо вакуилкой короче вот все это вот это вот лабуда нажимаем вот эту кнопку скопировать ссылку теперь вам нужно создать мыло на любом из сервисы mail.ru gmail.com яндекс хуяндекс чё хотите в этом разницы абсолютно никакой нет главное чтобы у вас было новое рабочее мыло с логином и паролем от этого мыла как только вы создадите мыло открываете в новой вкладке вашего браузера ссылку которую вы скопировали из рефералки у вас откроется вот такое окошко где жмем создать аккаунт откроется зарегистрируйся и играй вводите мыло которое вы создали потом придумайте и введите логин для своего аккаунта и придумайте пароль который надо будет два раза ввести и самое главное вот самая главная фишка это нужно нажать вот эту кнопку вот эту вот эту сука не промахнитесь и в появившемся поле вводим танко лед капсом латинскими буквами не русскими танко лед еще раз напоминаю танко лед сука вот так он выглядит вот так вот пишем и нажимаем продолжить вот собственно контракт и заключен у вашего основного аккаунта теперь есть реферал чем я вас и поздравляю ну а собственно в клиенте игры можно теперь посмотреть вашего реферала его статус вообще сколько он там очков набрал и что вы за это получите а получите вы помимо всяких бонов нашивок стилей надписи эмблемочек деколей блять как их там еще обзывают не знаю ну скажите говна вам всякого насыпь еще там сверху вы сможете выбрать премиум танк восьмого уровня из семи представлены какой захотите есть вообще за весь период рефералки 2-0 который сейчас идет вы сможете сделать два контракта больше двух нельзя то есть вы суммарно сможете выбрать аж два танка из этого списка во-первых китаец 112 он у меня есть пуха у него хреновенькая но танк годный у меня нету китайцев вообще них просто не прокачивал но для лбз они нужны поэтому я решил что пусть он мне будет тоже здесь англичанин есть фэшка 42 02 но про эту говорить вообще бессмысленно это нормальный фармящий аппарат с крепкой рожей с нормальной пухой чё еще надо у французов есть млеха который я очень пожалел что взял шьется она везде и всюду у нее но в принципе неплохая но я просто тяжа не люблю но зачем-то я взял у америкосов есть перш который тяж который настоящий уже перш не тот который ст но в душе он тяж сукой который во все щели шился и из хреновой пухой а прям тяж который вот патриот который можно за боны купить здесь его можно сделать периферал на халяву т-92 это блин ну прикольный светлячок прям прикольный я бы себе не хотел потому что я светляков не люблю но кто любит играть на светляках вот неплохой выбор ну и также пантерка и яга 88 честно говоря оба аппарата такие себе на них возможность выбрать вкусняху тратить я не советовал вообще не надо вам это ребят честно не советую здесь есть из чего выбрать фэшка 112 патриот т-92 пожалуйста перейти я думаю в следующем эпизоде реферал там еще какие-то танки добавить что-то уберут что-то добавят они каждый раз так делают в общем чтоб всю эту красоту получить нужно чтобы рекрут ваш заработал полторы тысячи очков и как же их сука так быстро получить то все полторы тысячи спросите вы во первых рассмотрим за что их вообще дают самые вкусные очки дают за то что вы играете взводом своим командиром командир это тот чувак который вас пригласил соответственно вывод сейчас на основной аккаунт сделали реферальную ссылку создали твинка и этот твинг должен играть во взводе с вашим основным аккаунтом за это основные плюхи собственно на этом и строится вся метода и для этого вам понадобится друг брат сестра пап мама бабушка дедушка сосед в общем абсолютно любой человек который сможет с вами одновременно играть на двух разных компуктеров если таковой возможности нету то во первых это пиздец как печально ребят лучше все таки кого-то поискать а во вторых либо вы второй компьютер где-то найдите там ноутбук или чё-то там что потянет танки либо в интернете на гуглите софтину которая позволит на вашем компьютере запустить сразу двое танков и играть сам с собой как дурачок в любом случае эту проблему нужно как-то решить и тогда вы сможете реально за один день либо за неделю но не напрягаясь там по пару часов затрачивая сделать себе прям танк почему собственно только взводом но можно конечно не только взводом можно в одну каску конечно гонять но это все отнимет очень много времени пока вы раскачаете на аккаунте какие-то танки либо купите их вообще бабки вложить это вообще-то бред проще блять на основной аккаунт какой-то там купить чем вот на реферальный над wing какой-то бабло тратить плюс пока это все вкачаете пока там какие-то медали набьете то есть долгие бои нудные чтобы какие-то какой-то медаль получить и получить много очков за это все это можно обойти и сделать все гораздо быстрее если вы будете катать каким-либо из способов во взводе своим командиром вот вы спросите почему это именно так важно только с командиром катать здесь главная плюшка ребят главная охуенная плюшка в том чтобы каждые пять боев с командиром каждые пять неважно сколько этот бой длился неважно какой результат был победа или поражения вы получаете 15 очков для сравнения за победу без медали без каких-то там наворотов просто за победу вы получаете 2 очка за проигрыш без медали вы получаете ноль очков за медаль какую-нибудь одну типа воина там разведчика еще что-то вы получаете 10 очков да вы за бой за затащины бой там пиздец какой затащины в этом прям тащер-тащер там всех по перепиздили вы получите там какие-нибудь пять медалей аж 50 очков но каков шанс что вы это получите вот каков шанс что вы это сделаете это что это часто будет получаться шанс маленький, согласитесь. А вот 5 боёв скатать? Быстренько. Вообще прям по фастику. Вообще изи. Ребят, вот изи. И вот чтобы сделать это максимально быстро и комфортно, вам нужно на рекруте, во-первых, пройти обучение. Полигон не покидаем, а именно проходим, потому что мы тогда потеряем голду, 500 голды, которые потом можно легко потратить на перевод боевого опыта в свободку, чтобы быстро открыть два танчика третьего уровня. ПЗ-1С и ПЗ-3Е. Именно они нужны будут на твинке, помимо того, который дали за танколёта, этот ТЭЦ-127, и того танка третьего уровня, который вы за прохождение полигона получите. Слушайте, четырёх танков третьего уровня вполне достаточно, чтобы быстро пройти реферал. За инвайт-код танколёт, который вы ввели для регистрации твинка, вам насыпали ещё четыре премтанка. Два седьмых уровня, два шестых уровня. Все в аренду на 10 боёв. Каждый. Соответственно, это будет небольшая такая разминочка перед тем, как быстро зарабатывать очки. Вы идёте в возвод с командиром, он выбирает тоже технику седьмого и шестого уровня, и вы эти сорок боёв откатываете вместе с ним на этой хрени. Это на самом деле всё для того, чтобы получить боевой опыт, который перевести за 500 голды, которые вам насыпали, в свободку, и за эту свободку открыть вот этот ПЗ-3Е, ПЗ-1С, чтобы у вас было четыре танка на твинке, которыми можно очень быстро заработать много очков. Ну и плюс за эти сорок боёв вы получите ещё 120 очков просто за то, что вы сорок боёв откатали, независимо от результата, независимо от медалей. А дальше уже всё просто. То есть на основном аккаунте тоже четыре танка любых третьего уровня. Собираемся во взвод. И тот, кто на твинке, мчит на базу врага. Просто на базу врага. И по возможности пытается засветить как можно больше вражеских танков, на автоприцеле настрелять хоть сколько-нибудь урона и напоследок влететь тараном в любой вражеский танк. Во-первых, за насвет есть шанс получить дозорного или разведчика. Это плюс 10 очков. Во-вторых, за накиданный урон тараном с автоприцела накиданным. Если даже проиграете, но накидали урона столько, сколько у вас прочность собственного танка, вы получите еще 2 очка. Просто 2 очка. За победу, за проигрыш насрать. Просто плюс 2 очка. А тот, кто играет на командире, просто едет за рекрутом. Либо в любую другую сторону, где он тоже сможет быстро сдохнуть. Главное при этом не сделать пересвет рекруту. Потому что если рекрут получит медальку по засвету, то это плюс 10 очков. Если командир получает медаль по засвету, то нихуя. Поэтому пусть он первый едет, сам светит, первый сдохнет и заебись. Но тут основной смысл не в медалях, а в том, чтобы весь взвод ваш сдох как можно быстрее. Как бы можно утопиться, разбиться там, но это не варик, вам за это потом еще бананов могут накидать. И как бы все на смарку пошло. Лучше все это делать правильно. Вы и команде заодно поможете. Прибежали туда, посветили, что-то там постреляли, даже может кого-то убили. Главное делать все быстро. В среднем на бой уходит около 3 минут. То есть вам минута выбрать танк, запустить пояс, дождаться отсчета и бежать. 2 минуты, чтобы добежать до врага и сдохнуть вообще за глаза. На любой карте. А учитывая, что почти все бои будут проходить на рудниках, так как это песок, то 2 минуты, чтобы сдохнуть, это даже много. Поэтому в час у вас получается в среднем 20 боев. А теперь давайте посчитаем, сколько вы сможете за час нафармить очков. Причем стабильно. Каждый час. Итак, за 20 боев вы получаете 60 очков только за то, что вы играли в азболе. 4 раза по 15. Потом, если даже считать, что побед будет меньше, чем 50%, то есть не 10 из 20, а там, например, 8 из 20. 8 по 2 очка, это еще плюс 16 очков. Допустим, из 20 боев, независимо от того, победа это или поражение, вы раз 5 всего, 5 раз всего накидали урона столько же, сколько прочность собственной машины. То есть вы получили гарантированно еще по 2 очка. Это еще плюс 10. И уж 2 медали за 20 боев какие-нибудь можно получить. Либо дозорного, либо разведчика, либо до арты добежали, там 2 штуки убили, поскучи получили. То есть за 20 боев 2 медали каких-нибудь получить, это вообще легко. А если еще учитывать то, что за час можно сгонять не 20, а 25 каток, к примеру. И получить не 2 медали, а там 3, 4, 5, а то и 10. И процент побед будет за час не меньше 50, а 50 и выше. Плюс из тех каток, которые вы бежали на верную смерть, не 5, а гораздо больше вы свое хп отбили, тараном, автоприцелом и так далее. То очков можно в час заработать 100. Это реально минимум? А так и 200, 250 за час. Но это на самом деле пиздец, как повести должно. Поэтому если даже отталкиваться от 100 очков в час, то есть это 15 часов, и у вас готов реферал. Размазывайте их как хотите. То есть день там по 2 часа, по часу, по полтора часа, по 3 часа. Можете один день задротить 15 часов вот прям с другом. Это реально орно. Это реально орно. Вы вдвоем бежите просто на верную смерть, как два дебила. Вы орете какую-нибудь херню, вам там пишут что-то еще вслед потом. Просто усываетесь реально. Я понимаю, что это трешак, но это песок. Это песок. В песке случается всякая дичь. Вот вы ее будете творить. И в итоге получаете свой премтанк. В общем, как-то так, ребята. Это вот ответ мой на вопрос. Как сделать рефералку? Что это вообще такое? И нахуя она нужна? Она нужна, она интересна, она прикольна. Я лично ее выполняю. Зарядился эмоциями. И у меня даже в первых нарезочках, которые я выпускал, там были фрагменты вот этих вот трололо, которые творились в этом песке. И я думаю, вам это тоже было весело. Поэтому всем удачных боев. Быстро добежать и сдохнуть до врага на рефералке. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok